Продолжение следует... Надо сказать, что после этого наш герой попал в психушку на некоторое время, но тем не менее своего намерения разобраться в этой ситуации, как и всякий безголовый герой таких квестов и ужастиков, он не оставил, поэтому нам сейчас нужно... Что нам нужно? А нужно нам с этим вот органайзером разобраться. На этом органайзере, который мы подобрали в доме Кларка, у нас есть пароль. Теперь пароль у нас может быть только циферным, то есть букву вводить нельзя. Ну, введем, допустим, 1941. Так, от балды. Неправильный пароль. Забыли пароль, нажмите пробел. Когда возродится торжествующая ведьма. Отлично. У нас есть зацепка. Теперь нам нужно... Идти вот сюда. Вот у нас будет, как вы знаете, собрание стихов. И с помощью зацепок вычислить, какой именно, собственно, день. Сейчас я вам покажу. Я уже просто... Я знаю, что тут делать, потому что я уже записывал это место, но были небольшие технические трудности. И в итоге я по-новому все начал, короче говоря. Поэтому уже по-маленьку ориентируюсь. Так, вот наш стих. Сейчас мы прочитаем стишок Эдвина Пикмана «Время торжествующей ведьмы». Потом я... Так, а это сборник овостяков. Потом я спасу вас от головоломок по поводу вот этого всего. То есть я просто вам сейчас покажу зацепки, а после этого сразу введу код. А код здесь 1753. Так, ну, время торжествующей ведьмы. Бушевала гроза в эту страшную ночь. Друг погиб, и ему и не сумел я помочь. Перед глазами стоит окровавленный лик. Лишь вчера 18 лет он достиг. Ветер вывых стонал мне. Спасайся, беги. Завтра тело найдут у туманной реки. Как печален оборванной жизни финал. Но в ту ночь о проклятии я вправду узнал. Было это давно. Не желая нам зла, возле города старая ведьма жила. Собирала корень и траву и росу. И стоял ее дом на Ачибе в лесу. Не творила она ни заклятий, ни бед. Только дети камнями кидались ей вслед. И боялись ее. Что тут можно сказать? Так бояться всего, что не в силах понять. Но однажды решили большие чины. Слуги дьявола в городе нам не нужны. Арестуйте ее и пускай на заре. Эта чертова ведьма пылает в костре. Я не видел того, но я слышу сейчас. Истязаемый ведьмопронзительный глаз. Ее вопли пробудет меня ото сна. Умирая в огне прокляла нас она. И проклятие живет. За грехи прошлых дней мы расплатимся кровью шестерки детей. Лишь исполнится им восемнадцать, как тогда поселиться в доме навеки беда. Сколько их доживают последние дни? Знаком ведьм отмечены были они. Говорят, что так показал сатана, день, когда из огня возродится она. Я все видел. Я был там при полной луне. Вдруг мой Гарольд взял нож и ушел в тишине. И дрожали навстречу ему зеркала, отражая присутствие страшного зла. Да простит меня Бог, я не смог удержать его руку. На лбу, обозначив печать, нож вонзил себе в горло. Он мертвым упал, и под грома раскаты я прочь убежал. И с тех пор я не знаю покоя и сна. Будет ночь, и меня вдруг разыщет она. Знак одиннадцать длани начертят на лбу, и меня похоронят в закрытом гробу. Был последний год века, искрился апрель, птицы пели весны, торжествуя свирель. Но поныне, мне кажется, слышен для всех. В старой ведьме глухой и торжествующий смех. Фух, такие дела. Такой стишок жутковатый. Так, ну и что тут нужно делать? Нужно найти зацепки. А вот по зацепкам я уже, честно говоря, что-то и забыл. Одиннадцать, по-моему. Гэллоу вырезал себе знак число одиннадцать. Отлично. Слушайте, а Гэллоу уже этого не у нас в кабинете был? Так, что дальше? Вдруг мой Гарольд? Нет. Так, ищем любые зацепки. Был последний год века, возможно. Апрель 1699, я так понимаю, год. Две зацепки есть. Так, отражали навстречу ему зеркала. В доме, в который пробрался автор, было много зеркал. Далее. Лишь исполнят им 18. Это, видимо, оно. Я не помню что-то. Дети умирали от проклятия, когда им исполнялось 18 лет. И вот это еще, по-моему, шестерка детей. Проклятье, умерло шесть детей. Все, все зацепки здесь. Теперь их можно совмещать. Но мы тупо ведем 1753. Приветствую, Кларк. Привет. Видите дату? Супер. Дату мы не знаем. Это другое препятствие. Его тоже нужно решить. Насчет него я вообще ничего не знаю. Как да что. Но, тем не менее, это следующий наш шаг будет. Так, и сейчас мы выходим и отправляемся в дом к Кларку. То есть, тот самый дом, в котором мы чуть не сошли с ума. Наш главный герой, ввиду своего упертости, похоже, решил добить это дело. Как видите, кстати, у меня свободный обзор мышки. Я это переключил в овцах и стало гораздо удобнее. Мне посоветовали в комментариях. По-моему, это стал даже еще больший эффект присутствия. Теперь курсор, то есть, фиксированный. Он в центре экрана постоянно. И... И сейчас мы пойдем и посмотрим на тот пистолет, про который мне давно уже все говорят. Ребят, его там раньше, как вы видели, не было, просто не было активной зоны. Но сейчас мы можем открыть. Нет. Закрыть. Открыть. И теперь вот тут мы можем вот так вот приподнять. Тут у нас лежит пистолет и кольцо. Взять мы, к сожалению, не можем. Хотя все говорят, что можно. Пистолет, который я держу в ванной комнате на всякий случай. Это кольцо остеял у меня мой отец. А ему оно перешло от моего деда. Отец сказал, что это наш фамильный символ. И оно очень дорого для меня. Взять я их, как вы видите, не могу. В общем, примерно вот так решается тот пазл. Достаточно сложно наскать. Когда в первый раз я записывал, у меня практически вся серия ушла на решение этого пазла, при том, что я знал примерно, что нужно делать. Так, и что? Выходим. Что-то я сонный сегодня. Выходим, наступляем, отправляемся по новому в дом Кларка. Здесь у нас нужно идти в библиотеку, по-моему. Вот и снова наш дом. На этот раз надо здесь все подробно обыскать. Нам нужно второй этаж. Но вы знаете, я хочу сходить в подвал. Взглянем лицо своим страхом. Офига я сюда поперся. Возьми кирку, хоть. Жуткое место. Просто жутчайшее. После этого непонятного случая я больше туда не полезу. Ну надо же. Хоть какие-то остатки благоразумия остались у тебя. Ладно, все, почти туда на второй этаж. Ой, нехорошее какое-то место. Такая прям атмосфера давящая. Кстати говоря, заметки Нолдера, про которые мне говорили. Ну то есть вот они. Чтобы их прочитать, нужно переключить разрешение в стандартное. И тогда игра не будет вылетать. Но пока что они для сюжета не очень важны, поэтому пусть лежат. Чё, мубы и нет, да? Это чё было? У нас же там библиотека, да, по-моему? По-моему, вот тут вот, да? О, нет. Нет, ребят, это точно не оно. А, в ту сторону куда-то. Там у нас были записи, которые нужно было просканировать. И какой-то чемоданчик с кодовым замком. Кодовый замок тоже. Я пока не знаю, как открыть. Вот этот кейс лежит. И вот эти вот бумажки. Давайте пойдём думать. Больше тут ничего пока что интересного для нас нет. Насколько я знаю. Так, бумажки. Ищем очередные зацепки. В юные годы я любил «Да-да-да», пользующийся дурной славой. Жизнь человека была не по мне, меня. Да-да-да, это мы читали всё. Про то, что он записывал странные звуки. Первая зацепка, насколько я понимаю, это то, что ему было 22 года. Да. Когда 22 года он завладел компанией отца. Так, дальше. Кассета номер 0-1. Записка относится к кассете 0-1. Так, и последняя ещё. Это, по-моему, подальше. Я просто помню, мне говорили, что куда... Ну, одно дело говорили, а другое дело, когда сам в игру играешь, и всё это ещё попытаться вспомнить нужно. Я уж не говорю о том, что до этого самому допереть. это вообще, по-моему, уйдёт очень много времени. Так, запись такая-то. Вот так возможно. Нет, это не оно. Что-то помню, вот, по-моему, вот так вот. Когда был в доме Ивара. Это может стать зацепкой. Всё, отлично. Так, что это нам даёт? С этим у нас покончено, да, насколько я понимаю. Так. Что же мне делать? Нам кассету. Ну, да. Очень много всего непонятного. Я пока не знаю, честно говоря, что делать совершенно. Сейчас мы, похоже, уйдём из этого дома и попробуем зайти в офис Говарда. Какой вот код тут, может быть? Ну, гад. Я бы поржался. Подошло, конечно. Больше тут пока что вроде как делать нечего. Все зацепки, которые были у нас, мы вроде как сделали. То, что тут было доступно в этом доме. Теперь, по-моему, нужно отсюда выбираться. Потом уже что-то прояснится, и мы сможем это открыть. Не знаю, насколько я понял, конечно. Сейчас сомневаюсь, что тут ещё что-то осталось. Так, тут у нас комната Филба. Там нет ничего. На полу бумажки. Я их так и не читал. Вернее, не смог прочитать. Они нечитабельны. 6,55. Хорошо. Да, тут, по-моему, больше ничего нет. И на первом этаже, насколько я понимаю, тоже. Эта дверь так не открывается? К сожалению, нет. Возможно, с помощью этого ключа не подходит. Плотно. Хорошо. Так, что у нас здесь? Что-то держится из стороны. Ну и там тоже ничего нет. Понятно. Всё, уходим из этого дома. Я просто хотел вам продемонстрировать, что я... Так, да, покинуть. Так, идём в свой офис. Кабинет стал моим, когда меня повысили до детектива. Что у нас тут нового? Всё-таки после предыдущей страшной серии это будет такой детективный, по большей части, я так понимаю, расслабляющий. Не такой страшный. Кларк Филд. Кларк Филд. Жертва убийства, которую я расследую. Так, день рождения. Возможно, это нам подойдёт для даты в органайзере. Номер свидетельства, может. Это вообще не подчёркивается. Подожди, почему я подчёркивать больше ничего не могу? 21 год. А, 21 год. Да, чё я несу? Так, ну вроде всё, да? Ещё там что-нибудь есть? Димонет. Так, как знал. Не зря сюда сходил. И что же нам теперь нужно? Может быть, нам дату смерти ввести в органайзер? Это, конечно, глупо. Как он мог знать дату своей смерти? Но, тем не менее, 21, 10, 11. 21, 10, 11. Может, наоборот. 21, 11, 10. У них я формат всё время забываю. У них как-то по-другому. 10, 21, 11. Ну, понятно, короче. Нет ничего. Ладно. Что же мы делаем дальше? 21 октября. Пока что у нас куча всего тут. Блин, ну как всё это разгребать? Я, честно говоря, просто... Просто не знаю. Ну-ка, подсказка, возможно. День рождения Кларка. Может, в органайзере день рождения ввести попробовать. 3, 11, 76-го. Так, 0, 3, 11, 11, 1100. А, ну понятно. Блин. Так, давайте сейчас. 0, 3, 11, 76. 11, 0, 3, 76. Непонятно. Я опять в тупике, похоже. Так, что же ещё тут можно сделать-то? Не знаю. Давайте-то, ребят, мы на этом прекратим, наверное, эту серию. Не знаю, сколько она там по времени вышла. Возможно, она выйдет с задержкой, потому что на Ютубе сейчас опять проблема. Ютуб штормит, и видео не грузится просто именно вот сегодня. Возможно, эту проблему очень быстро решат. Возможно, нет. Возможно, вы увидите это видео с задержкой на один день. Но как бы там ни было, я разберусь между сериями, что же нам делать дальше. И в следующей серии мы уже напрямую надвинемся к своей цели. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok